Привет! Творожные запеканки это моя большая любовь. Я перепробовала уже тысячу рецептов и продолжаю делиться с вами самыми лучшими. Сегодня у нас нежнейшая запеканка суфле без муки. Мы будем отделять белки от желтков, поэтому нам понадобится две глубокие миски. Аккуратно разбиваем яйца, в одну складываем белки, в другую желтки. Вообще-то такую запеканку можно приготовить и из целых яиц, но если взбивать белки и желтки отдельно, то она получится намного нежнее. Теперь белки пока убираем в сторону, они нам понадобятся позже. И добавляем к желткам сахар и немного манной крупы. И теперь берем творог. Лучше всего для запеканок подходит пастообразный творог, вот как у меня на видео в рикете. Зерновой творог тоже можно использовать, но тогда запеканка получится немного другой текстуры. Добавляем творог в миску к желткам и сахару. И хорошенько перемешиваем все это ложкой до однородной консистенции. Здесь можно воспользоваться блендером или миксером, но мне было лень его доставать, поэтому я просто мешала ложкой. Вот такая текстура у нас должна получиться. И возвращаемся к нашим белкам. Вот здесь нам уже точно понадобится миксер. Добавляем к белкам чуть-чуть соли, совсем маленькую щепотку, и взбиваем с помощью миксера. Взбивать нужно примерно одну-две минутки. То есть белки должны очень сильно увеличиться в размере и стать воздушными. До твердых пиков, как для миринги, взбивать мы здесь не будем. И теперь перекладываем взбитые белки в нашу творожно-желтково-сахарную смесь. Посмотрите, какие белки воздушные. Они похожи на настоящее облачко. Белки переложили, и теперь аккуратно, движениями, плавными движениями снизу вверх перемешиваем белки с желтками, с нашей желтково-творожной смесью. Так, чтобы пузырьки воздуха в белках не полопались. Миксером или блендером здесь пользоваться ни в коем случае нельзя. Если хотите разнообразия, такую запеканку можно приготовить с начинкой. Например, добавьте в тесто изюм. Но только запомните, что белки нужно вмешивать в тесто в последнюю очередь. Теперь берем форму для запекания подходящего размера и смазываем ее кусочком сливочного масла. Затем выкладываем нашу запеканку в форму и разравниваем ложкой сверху. Ставим запеканку в разогретую духовку и готовим примерно 40-50 минут при температуре 190 градусов. Духовку лишний раз, пожалуйста, не открывайте. Посмотрите, какая запеканочка у нас получается. Она очень румяная, невероятно нежная и воздушная. Это просто вкус детства. Мне кажется, что в детских садиках была примерно такая же запеканка. Это один из моих самых любимых рецептов творожной запеканки. Уверена, что он вам тоже понравится. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok